Привет, я Стас Давыдов. Сегодня пятница, тринадцатая, прямо скажем, неудачный день. Завтра день продавцов цветов, ну да, день голого мужика в Японии. А вчера была премьера этого 50 оттенков в сумерек, голодный дивергент в лабиринте. Ну или как там этот фильм для девочек называется? Единственная светлая новость, вчера вышел альбом моей группы. Осторожно, галимая самореклама. Но об этом попозже. А сейчас об этом видео, которое посмотрел каждый уважающий себя житель интернета. Если не видел, то нуб и моча. Ну да, я про рекламу скайпа. Каким файлообменником ты пользуешься? Конечно же скайпом. Но почему? Ведь существует множество различных файлообменников. Текстеры, которые едят много рыбы, должны помнить этих опытных маркетологов по рекламе журнала. Блин, почему даже они играют лучше, чем актеры российских сериалов? Надеюсь, Майкрософт заметит этих двух девочек и предложит им высокооплачиваемую работу. Жалко, что ни MSN, ни интернет-эксплорера больше не будет. Кто знает, может их бы вытащила такая реклама. Каким файлообменником ты пользуешься? Конечно же скайпом. Но почему? Ведь существует множество различных файлообменников. Скайп — это обмен файлами. Это не только входящие, но и исходящие вызовы. Скайп — это гигабайты свежей информации. Ну да, вот по этой же схеме. Конечно же интернет-эксплорером. Интернет-эксплорер — это веб-обозреватель. Для скачивания нормальных браузеров. Интернет-эксплорер — это не только говно, но и говно. Интернет-эксплорер — это... Я уже говорил, что это говно, да. Веб-обозреватель! Интернет-эксплорер! Интернет-эксплорер! Просмотр веб-страниц! Веб-документы! Изукоризненная мышечная память! Плодородие матерей! Скайп! И это хорошо. Второе видео прислал хайп! Тот хоккеист не совладал с эмоциями. Ага, вот такое хоккейное сипуку. Кто к нам с клюшкой придет, тот от клюшки и уйдет. И вот он подходит к дверце! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Очень грязная игра со стороны клюшки! Как-то неловко получается, когда IQ клюшки выше, чем твой собственный. У этой команды точно какой-нибудь соответствующий талисман. Что-нибудь бесполезное, типа... Человек-фарфоровый сервиз. Человек-фотография мусорника. Человек-раскладной стол. Человек с бритые волосы с задницы в мешочке. Ой, простите, я имел ввиду аквамена. Все время путаю. А так вообще очень радует невозмутимость женщины, которая закрывает дверь. Так, тело вошло, значит можно закрывать. Алгоритм не нарушен. А если бы это была голливудская спортивная драма, то он бы потом месяц пролежал в больнице, в коме, но потом, после долгих тренировок, вернулся бы на лед. С клюшкой покороче. И это... Хорошо. В общем, видали такие крутые фотки? А видали, что происходит после пафоса? Как будто невидимой хоккейной клюшкой по голове получила. Не, ну так-то правда красиво. Только непонятно, зачем она вначале волосами-то махала. Хороша. Дива. Как Афродита из пены рожденная. Только теперь пузыри пускает. От дивы до разбитой сливы, короче. Ну и раз наша Ариэль счастливо вернулась в свое подводное царство, и я тоже вынужден с вами попрощаться. Это хорошо! А еще я вначале обещал про альбом рассказать. А все очень просто. Вот клип. Заходите, смотрите. Там в описании есть много разных ссылок на альбом. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если находите интересное видео, присылайте вот сюда, а Света хорошо, к нам на Яндекс.Почту. До вторника! Это... Груди в завершении.